Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Bloons TD6. И в этой серии мы будем выполнять испытания от зрителя. Но и самое прикольное в том, что это испытание зрителя у нас добавлено в браузер материалов. Тут как раз таки сейчас введу код. Если захотите, можете также пройти вот это вот испытание по вот этому коду. Если что, я выведу на экран полностью этот комментарий, если что-то там можете взять. Видимо, никто его еще не проходил. Интересно. Сейчас посмотрим. Так, половина денег. Как бы не лопнуть или что это? Что это значит? Или тут вообще без денег? Так, вот это обезьяно у нас есть. Это прикольно, как раз таки герой. Так, давайте ее сразу уж возьмем. Так, выбираем. Бумеранг, шпилькомет, ледяная обезьяна, клейметчик. Я забыл, как он называется. Дротикомет, обезьянная деревня, шиповый завод и инженер. Так. А, удвоение денег отключено. А как это удвоение? Значит, ну как обычно все. Давайте создаем игру. Что? А почему написано, что оно больше не доступно для прохождения, но у нас идет загрузка? Да. Я немного запутался. Так, давайте. Но, видимо, мы все равно можем попробовать пройти. Шпилькомет мы сюда будем ставить. Потому что он тут классный очень. Надеюсь, он тут у нас будет тащить. Так, даже давайте ускорение поставим. Надо будет еще потом нашего героя куда-нибудь поставить. Только бы куда это все сделать. Но, если честно, меня действительно вот удивило вот это вот про обновление, что как бы... Или что? Как это работает? В любом случае, мы в этом пройдем и посмотрим, может быть, что-либо изменится. Как раз еще поставим лайк. И я надеюсь, что тот зритель, который мне прислал это испытание, увидит это видео, посмотрит, что что-то не так и, может быть, исправит. И тогда все могут спокойно вот играть. Так, давайте героя поставим. Что-то тут все плохо с расстановкой. Ладно, сюда поставим. Блин, но образ у нее очень красивый. Вот была бы она такая же сильная, как и ее красивый образ. Это было бы вообще здорово. Так, я считаю, нам надо еще немного шпилькомет прокачать все-таки. Это у меня уже флешбеки от Blooms TD Battles. Вот знаете, шпилькомет, шпилькомет. Там же он такая главная наша башня. Всегда ее в основном прокачиваю. И я тут вылетела немного. Я надеюсь, что все нормально у вас на видео было. Все всегда вот ставят этот шпилькомет. Он самый такой крутой, самый полезный в первые моменты, особенно когда у тебя еще толком нету башен никаких других обезьян, то он там действительно самый лучший. Так. Угу, вот у нас тут все пока что идет вроде бы неплохо. Я тут смотрю еще на того, кто у нас может справляться с камуфляжем. И на первое время нам, наверное, надо будет писать инженера. Вроде бы она тоже может справляться, но я не хочу так рисковать, потому что я не очень уверен в этом. А тут нам надо будет инженера прокачать до очищающей пены. Так. А тут сложно ставить. Такая карта неудобная. Вроде бы видно, что там места очень много. А почему не ставится? А чего это оно не ставится? Так. Ну пока что у нас все идет очень даже уверенно, как по мне. Так, на пену осталось накопить не так уж и много денег. Я надеюсь, что к двадцать четвертому раунду мы пройдем. Потому что не хотелось бы проигрывать. Расправлять камуфляж, смешать восстанавливающие. Ага, ага. О! И протравливающий свинец. Значит, оно еще со свинцом будет хорошо справляться. Вот это прям плюс для нас. А в этой стороне давайте поставим... О! Герой все-таки справился. Вот смотрите, места тут прям вообще, если посмотреть так много. А бумеранга, ну, нам проблемно поставить. Как тут все сложно-то работает, однако. Так, давайте посмотрим, на кого тут лучше прокачивать его. Ну, тут вот муаба, да. Может быть, реально так посмотрим? Хотя вот этот вот тоже, он очень сильный. И он тоже наносит. Муабам хороший урон. Поэтому давайте все-таки, наверное, на нижнюю линию буду акцентироваться. И вот так вот. Прокачаем, и мне кажется, все будет неплохо. Как минимум, сейчас мы вроде бы справляемся. Даже наше изделие какой-то урон заносит. Правда. Какой-то довольно-таки реально маленький. Но на это время он будет круче. Это я себя так успокаиваю. Ну, не правда, типа, я верю в нее. Все будет хорошо. Так, бумеранг еще сильнее прокачали. 2 600. Нам надо бы сейчас еще накопить, потому что через 9 раундов первый дирижабль уже будет на нас нападать. И нам надо быть готовым, чтобы справиться. Правда, я тут что-то такое смотрю и думаю, тут же есть обзяние деревня. Может быть, нам попробовать поставить одну такую? Почему у нас только одна очищающая пена? А, он только... Он, типа, только в одно место ее направляет? Офигеть. Это как? А, я не знаю, как это работает. Просто до этого же он разбрасывался как-то по многим местам свечащей пеной. А тут прям на одной точке зациклен. Ладно, что эта точка довольно-таки хорошая. Так, поставил я нашу ферму. Все-таки с ней будет получше. Наверное, сначала накоплю вот эти вот 2 600. Да, и теперь начнем уже ее прокачивать. Так, с камуфляжем мы тут справляемся. Все у нас неплохо обстоит. Пыталось совсем чуть-чуть. Блин, 100 раундов в целых. Опасно на самом деле. Но интересно. Надеюсь, что у нас все будет хорошо. Но тут, мне кажется, банановые фермы нам очень сильно все-таки пригодятся. Не зря я решил их начать ставить. Так. 39 раунд. А, этот тотем-то и не используешь. Хотя. А, а мне сейчас интересно. А вот тот рынок добавляет хп? Слушайте. Вот в следующем раунде уже об этом мы узнаем. Фу. Справились. Не, он тут не добавляет хп рынок. Ладно. Как-нибудь переживем без этого. Главное, что оно нам дает большое количество денег. Что как раз таки главное для нас. Так. Еще тут такие дорогие цены. Прям жуть. На прокачку вот этого всего. Как много, как много, как много. Ух. Так, давайте вот это я еще прокачаю, чтобы он их, если что, останавливал как-то. Хотя, может быть, стоило турели вкачивать. О, второй рынок есть. Блин, а уже опасно становится на самом деле. Я понял. Знаете, мы потом можем поставить обезьяну с мортирой вот куда-нибудь сюда и направить их всех в центр. Чтобы они все в центр стреляли. Это же будет классно. То есть, им не обязательно быть в радиусе вот этого круга. Они с любой стороны могут настреливать. И все будет классно. Блин, это круто. Так, давайте пробуем еще банановую ферму поставить. И прокачать ее. И тогда уже будем дальше прокачивать наших обезьян. Чтобы справляться дальше. Как много. Одних и тех же слов я говорю. Что ж, повторять не хочется. Так. Понятно. Так. Блин. Мы не справились. И что нам делать? Что же делать? Ну нет, конечно, заново. Так. Сейчас я опять дойду до 47-го раунда. И вернусь к вам. Снова дошли до того раунда, на котором я в прошлый раз проиграл. На самом деле, с того момента не очень сильно много чего изменилось. Единственное, что я докачал шпилькомет уже до форсажа. Добавил дротикомет. И у меня почти прокачан еще один рынок. И дела обстоят все равно, как по мне, намного лучше. Потому что я банановую ферму поставил намного раньше. То есть, в первой попытке я ее где-то поставил на 30-м раунде. А здесь даже вроде 20-го раунда еще не было. Я уже ее начал ставить и прокачивать. Потому что абзен с бумерангами хорошо справлялась. А изделие нормально справлялось с камуфляжем. Но потом понадобился абзен на инженер. Но мне денег на него не хватало. Чтобы прокачать, он сразу же очищающую пену делал. Поэтому им стал дротикомет. Все-таки у него все это подешевле выходит. Поэтому давайте посмотрим, как у нас сейчас тут будут обстоять дела. Пока что тут без ускорения. Потому что немного опасно. Надеюсь, что все будет нормально. Так, все, вот один рынок теперь прокачиваем. С камуфляжем вроде бы все нормально. Справляемся. Это меня радует. Ну и трудностей вроде бы нет. Так. Давайте даже ускорим тут. Да фук, мы этот раунд пережили. Не, я на самом деле хочу убрать ускорение. Мне кажется, все равно как-то не по себе. Так. Вот тут вот. Тут немного опасно. Потому что эти шары, как бы, Айзили с ними не справляется. Вот тут инженер вместе с дротикометом справились на славу. Так, давайте я еще тогда фирму поставим. Правда, тут немного странная у нас расстановка получается. Ну да ладно. Форсаж нам очень сильно помогает. Форсаж прям топ на этой карте. Вот знаете, вот так посередине его поставить. И все очень классно. Дротикомет, несмотря на то, что он как бы не прокачан, но тоже большой урон. Попробуем еще докачать одну банановую ферму. И попробуем прокачать немного наш дротикомет. Чтобы у нас дела обстояли еще получше. Так, корыгнак еще один готов. Направленный огонь давайте. Вот, немного опасно. Давайте вот так. И он уже начинает стрелять намного лучше. Он и меча становится быстрее. И то есть, если так посмотри, кто он действительно теперь наносит в разы больше урона. Сколько он тут? Ну, 1700 это неплохо. На самом деле. Так. Здесь я лучше сюда немного уберу. Будем ставить дальше. Банановая ферма наша. Потому что деньги нам нужны. Ой, о, тут же. Сейчас вот пойдут эти мабы. Дурацкие. Ну, мы нормально вообще справились. Это радует. Все равно надо готовиться дальше. Дальше прокачиваться. Дальше только сложнее будет. К сожалению. У нас всего 50 раунд. Так, еще один рынок готов. Блин, и сейчас ведь их будет очень много. А тут за 72 тысячи прокачка. Я офигею. То есть, нам надо будет действительно вкачивать дрочкометчика. Хотя, он тоже очень дорогой будет. Но при этом он видит камуфляж. И будет наносить хороший урон. 51 раунд. Пол испытания мы прожили. Но, несмотря на это, это еще, типа, первые 50 раундов не такие сложные, как последующие. Следующие. Следующие, конечно, это будет в разы сложнее. В разы труднее. Так, давайте тут ускорим все-таки немного. Так, все, еще один рынок есть. Так, лазерные давайте эти штуки еще прокачаем. Они тоже очень хорошо помогают. Будут наносить дополнительный урон. Так, с камуфляжем, к счастью, пока нет каких-либо прям сложностей. Главное, успевать нацеливаться на все вот это вот. Надо быть меткими. Вот, ракеты. Ракеты уже намного круче. Посмотрите, что у него по урону-то. Вау! Вот сейчас он, да, он прям большой молодец стал. Так, ракетный дождь. Так, подождите, давайте я тут уберу ускорение. Я все-таки хочу поставить нам еще один рынок. Чтобы нам жилось все-таки получше. Деньги больше копились. Но, к счастью, теперь с камуфляжем мы действительно можем спокойно справляться благодаря этому дротикомету. Ну, и зелья, конечно, тоже наносит неплохой урон по ним. Поэтому классно. Так. Оба, уничтожили. Так. Наносим, наносим им урон. О, у зелья открылся навык. Который она как раз-таки будет использовать против мавов. Ну, вообще, всех видов дирижаблей этих. Поэтому это прям то, что нам понадобится. Так, уничтожаем все. Не даем им и шанса. На проход. Так. Наверное, будем качать... Ну, точнее, копить 6 тысяч. На ракетный дождь. Он все-таки очень полезный, этот скилл. Как мне кажется. Так. Живем, живем. И процветаем. Так, все, теперь он у нас есть. А, сейчас стоит 72 тысячи прокачка. Это очень много. Тут урон. Не даем ничего. А джиана с бумерангами прям классно. Она очень хорошо помогает. Очень много урона наносит. Может быть, нам стоит еще такую поставить? Может, даже не одну? Сейчас посмотрим, где мы можем их тут поставить еще. Блин, ну вот тут опять... Ну, посмотрите, сколько места. Почему там нельзя поставить? Так грустно. Ой-ой-ой. Ой, как классно. Посмотрите, как у нас драчкометчик наносит их. Он их уничтожает просто. Так, все, в центр ставим. Вот, я понимаю. Вот это то, что нам надо как раз. Опа, сколько денег. Тебе не жить. Сейчас еще один скилл используем. О, и все. Да, и да еще благодаря скилу Эзили он сразу уничтожился. Из него ничего не выпало. Так. Блин, может нам на зону шпилек накопить? Потому что зона шпилек тут будет безумно нам полезна. Очень уж она нам тут пригодится. А копить нам осталось совсем немного, как бы. Так. Правда, проблем никаких нет. Я бы даже ускорил. То как-то так непривычно. Но хотя эта карта, она знаете, она такая вот динамичная. То здесь с ускорением иногда путаешься. Хотя она тут такая быстрая, что даже как-то непривычно. Так, вот используем. Все. Пробиваем. Ты сейчас ставь на копить. Ой-ой-ой-ой. Что это было? На 63-м раунде вот так вот взять и проиграть. Когда у нас все было так хорошо. Так как-то... Блин, давайте новая попытка на 63-м раунде. Угу. Запомнили. Идем дальше. Мы не сдаемся. Вот. 63-й раунд. Снова у нас на подходе. И как вы можете заметить, у нас зона шпилек уже есть. Следовательно, уже должно пройти все получше. То есть единственное, что у меня дротикомет тут на ракетный дождь не прокачен. У меня сейчас, как по мне, побольше рынков стало, чем в прошлый раз. Поэтому давайте посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, что все будет хорошо. Так. Пока настреливаем. Как она классно справляется. Это же зона шпилек. Прям запросто. Там дротикометом тут вот так вот будем по периметру стрелять. Чтобы сразу же свинец весь пробивать. Реально так легко справляется. Очень классно. Так, давайте я тут автостарт включу. Но перед автостартом я, наверное, еще рынка 2 нам поставлю. Ну, понятно, даже один. То есть на второй нам не хватит денег. Ну, мы сейчас быстро накопим. Уже накопили. Так. А зона шпилек-то сам по себе еще невероятно урон наносит. Всем этим нуабам дурацким. Потом будет все просто. Сейчас вот давайте наш дротикометчик прокачаем. Чтобы все было получше. Так. Вот уже накопили даже. Давайте временно его так закроем. И я бы хотел куда-нибудь... Ту штуку. Подождите. Лучше сначала так сделаем. Еще вот так. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так. С одним мы прям запросто справились. А со вторым еще проще. Как много я так говорю. Давайте здесь поставим клейметчика. Прокачаем. И по-моему здесь он будет нормально охватывать и очень много покрывать. И как-никак должно быть все нормально тогда. Как я смотрю, по прокате у нас должно быть все хорошо. Можно нам, наверное, центральный рынок один прокачать. Идти дальше. Вкачиваться. Правда, давайте еще обязательно смаратирай. Тут посмотрим. Так. Вот это, да, наверное, по которому попадает сигнальная ракета, навсегда теряет камуфляж. Давайте попробуем поставить такую вот штуку. Большие... Больший радиус. Задать цель. Если она вот здесь будет стрелять, то в принципе, по мне, должно быть нормально. С учетом того, что она еще будет с камуфляжем справляться. А тут что? Сокрушающие снаряды снимают все особые способности со всех шаров, кроме самого крупного. То есть она снимает укрепление. Вы хотите это сказать мне? Если да, то мне это очень нравится. Вот сейчас, если честно, я так вот смотрю и думаю, а вот этот вот радиус, он попадает по вот этому, по этой зоне? Или он только по шпилькамету стреляет? Вау, почти 100 тысяч урона. Это очень здорово. Так, давайте тут еще эти скиллы посмотрим. Братика, мят тоже очень крутой. 71 раунд. Скоро, на самом деле, пойдут некоторые опасности. Так вот, давайте я куда-нибудь сюда поставлю. Вот такой вот радиус. Да, давайте вот так вот сделаем. Так будет получше. Не вмещается. Здесь тоже не вмещается. О, здесь вместилось. А почему у него такой радиус маленький? А, у них у всех он так уменьшается. Ну ладно, хоть какой-то до урона все равно наносится. Неплохо. Почему бы нет? Так, считай, рано этот скилл использовал. Давайте еще один центральный рынок сейчас мы прокачаем. Наверное, нам не хватает денег. О, все, теперь хватает. Что будем... Я хочу потом когда-нибудь накопить на этого мэда. К 90-му раунду, я так думаю, нам точно стоит уже это сделать. Блин, а у нас всего 16 раундов до него осталось. И как минимум нам надо очень много денег. Поэтому давайте, наверное, пока что будем экономить. Ничего не будем тратить. Посмотрим вообще, что да как. Мне кажется, что нам хватит, чтобы первое время наносить хороший урон и справляться с линиями. Изилия начала тоже хоть какой-то урон наносить. 22 тысячи, это неплохо. Тут обезьянный инженер пока что очень мало наносит. Но его главная функция все-таки это с камуфляжем справляться. Так. Время мы, кстати, даже уже накопили эти 17 тысяч. Это неплохо. Смотрите, какой скилл крутой все-таки у этой изилии. Как она круто их всех уничтожила. Из них ничего не вылезло после этого. И это нам очень сильно все облегчило. А по деньгам-то, посмотрите, у нас уже 30 тысяч. Если мы накопим на мэда, это нам, ну, действительно очень все облегчит. Прям в разы. Так, давайте пока по стандарту все сделаем. Чтобы выпускали еще такие пушки. Дополнительные ракеты. И к счастью, мы со всеми тут справляемся. Вроде бы сейчас должно быть очень много шаров. Да. Но с доношпилек совсем справится. На то она и с доношпилек. Попробовали, все под контролем. Продолжаем, продолжаем. Тащим. Тащим, точнее. 30 тысяч нам осталось. Это уже немного. То есть мы где-то за 4 раунда накопили 40 тысяч. Это очень здорово. Я даже не думал, что мы сможем так много накопить. Ой-ой-ой. Ну с доношпилек молодец. Она прям крутая. 150 тысяч урона. Не зря я ее вкачал. Я уже думал, что если что, придется перезаходить и потом еще использовать эти вот ракеты. Так. Так. Ну, ничего не пришлось делать, к счастью. Так. Еще вот эти давайте запульнем. Как много шаров-то. Смотрите, что. Они тут еще все регинятся. Ну давайте регином отключим. Чтобы им не повадно было. Так. Еще вот скилл у Изили. Чтобы из них ничего не вылетело. И все. На Изи. А то что-то все и зануло. А тут у нас 80 раунд. Но это очень у нас быстро скилл откатится. Мы даже этот не успеем пробить. К счастью. Или не к счастью. Потому что смотрите, что-то он жуткий. Вот теперь все должно быть намного проще. Вот. На Изи. И все еще у нас уже есть. Вот это я понимаю. Сейчас у нас будет прям полный успех. Как он все быстро уничтожает. Посмотрите. Во. Ну он стоит своих денег. Вот это вот точно. Да блин. Давайте его, наверное, пока что закроем. Вот так вот. Здесь пускай будет стрелять. А мы, наверное, будем копить на еще центральные рынки. Тут дела у нас были еще лучше. Потом еще больше всех прокачать. Тут ракеты попускаем. Так, вот центральный рынок. Прокачиваем. И теперь этот дротикомет будет уносить невероятное количество урона. Мне кажется, под конец этого испытания мы даже обгоним шпилькомет наш. Мне кажется, это не сложно. С учетом того, какой у него сейчас урон идет. Хотя, что-то я не знаю. Шпилькомет вообще не хочет сдаваться. Смотрите, он продолжает набирать. Ладно, гадать не будем. Узнаем. Уже не так уж и много времени у нас осталось. Чтобы весь исход разузнать. Так. Плюс еще у нас один центральный рынок. Используем скиллы. С ними жизнь получше обстоит. Так. Вот так еще сделаем. 130 тысяч, а тут 237. Ну да, на самом деле сложно будет так обогнать. Ну, ничего страшного. Не обгонит и не обгонит. Хотя посмотрим. Потому что дальше будут в основном мабы идти. А тут, кстати, посмотрите. 73 тысячи уже изделия нанесла. Что, как по мне, очень круто. Давайте здесь прокачаем сокрушительные снаряды. Чтобы с них все-таки эта защита... Что, реально с одного... Или я чуть не понял. Мы просто так быстро уничтожаем, что я не замечаю разницы немного. Надеюсь, что с них действительно мгновенно защита просто пропадает. Потому что, если это так, это прям невероятно дурово. Продолжаем всякие эти скиллы использовать. Прокачивать. 88-й раунд. На 90-м будет немного страшно. Но Мэтт, по-моему, он должен справляться со всем. У него нет никаких трудностей. Я на это надеюсь. Не. Я даже уверен в этом, что все будет хорошо. Так, 230 тысяч. А тут 267. Ну да. Ну, слушайте, он уже почти обогнал. Ну, точнее, почти догнал. Следовательно, почти обогнал. Так, 22 тысячи. Прокачиваем центральный рынок. Очередной... Осталось 4 рынка нам вкачать. И все будет здорово. Я даже уже так, если посмотреть, их прям не обязательно так вкачивать. Можно уже копить на прокачку других. Во! Мы справились! Причем запросто. Ну, реально прям нормально. Так, что там? Ой, зили по уровню. 17 уровень уже. Это здорово. Так. Мэтт, давай тут устраивай. Сбучку всем вам. Как тут? 313 тысяч? О, слушайте, еще не догнал, не догнал. Сложно ему. Можно было бы где-нибудь шиповый завод поставить. Но тут так сложно со всем этим. Поэтому я даже не знаю. Оба. Оба. Во, разница прям 8 тысяч уже между ними. Мэтт тут справился. Продолжайте все тут наносить урон. Сейчас накопим на доминирование мауап. Тоже это очень нам, наверное, пригодится. И может быть тогда и обезьян с бумерангами у нас в гонку войдет. За наибольшее количество урона. А слушайте, я ведь реально. Какой урон он стал наносить большой. Все, дротикомет у нас обогнал шпилькомет. Этого следовало ожидать. Оба. Так, мы тут справляемся. Все идет по плану. Да, все нормально. Правда, на самом деле страшно за таким наблюдать. Потому что тут очень много всего. И от этого немного не по себе. Ну, что поделать. Жизнь она такая. Так. Может, ледяную обезьяну куда-нибудь поставим? Давайте вот сюда. И до 36 тысяч чуть накопим. И она еще будет наносить тоже хороший урон. Во. Замедлять всех там вот это. Это как раз тоже надо. С учетом того, что радиус у нее тоже очень большой. И урона она нормально носит. 430 тысяч. 180 тысяч. И 500 тысяч. 96 раунд. И как и как у нас тут все будет происходить? Во сколько денег у нас пошло. Ну, используем эти все скиллы. Обязательно с бумерангами. Посмотрите, как откидывает. Они просто подойти нормально не успевают. Плюс скилл Эзилия. Что у нас по Эзилия? 180 тысяч урона. Неплохо. Так. Что бы нам еще тут вкачать на самом деле? Деньги у нас копятся неплохо. Может быть, попробуем вот так вкачать. По этой линии. Посмотрим, тут же автонафотка есть? Стандарт это... Блин, где тут авто? Во, независимая цель. Теперь она сама тут будет стрелять. Вау, тут так много балабов. Жесть. Вообще, всех дирижаблей. Ну, справляемся. Нормально. Дротикомет 600 тысяч. Пеликомет почти 500. Обязательно с бумерангами почти 300 тысяч. Догонят хорошо. Этодротиками начал урон наносить. Ледина Адзиан тоже. Ну, Ледина Инженера, она такая себе, конечно. Мы можем разгона прокачать, если что. Хотя, уже не полезно. 99-й раунд. Сейчас используем скилл. Ой, это так легко, посмотрите. Так. Давайте лайкнем. Конечно, мы лайкнем в избранное даже добавим. Если вы захотите проходить, попробуйте. Это карты от нашего зрителя. Можете также создавать свои испытания. Прислать мне свои коды. Я буду стараться их проходить. И также буду публиковать их в описании, там, или вот еще что-либо. Чтобы вы могли также проходить их. Создатели вот карт. Может быть, будут набирать какую-то популярность. Что не только я буду их проходить. Может, кто-то из зрителей тоже захочет это пройти. А что, как по мне, прикольно. Прикольная задумка. Прикольная идея. Легко у нас все тут происходит, если честно. Я не знаю. Посмотрим. Еще пока что толком ничего не известно. Ой. Ты. Все проигрыш. Нормально. Все хорошо происходит. Так. Главное, что мы прошли. Все хорошо. Так. Давайте отправляемся домой. Посмотрим. Действительно, испытание классное. У меня получилось его пройти с третьей попытки. Вот, если что, код. Попробую его также оставить в описании. Единственное, что вот будет такая надпись, что создана на предыдущем обновлении. Но при этом я смог поиграть спокойно. То есть, не было каких-либо прям трудностей. Ну, на этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. А с вами был Диктофон. Всем удачи. И всем пока.